Бывает такое приятное время, которое можно назвать часом перед расцветом. Не могу сказать однозначно, что на фондовом рынке сейчас это так, но в любом случае медвежьи прогнозы посрамлены, и медведям опять предстоит уступить место быкам. Хотя, возможно, подъем, который мы ожидаем, будет не так уж и убедителем. Для начала ситуация с индексом доллара, потому что эта история притормозила развитие глобального фондового рынка, его подъем явно просто на наших глазах, поскольку индекс доллара улетел. Но буквально в завершении этой недели он все-таки снизился до 105 с небольшим пунктом. И это, конечно, в былые, более условно говоря, в кавычках нормальные времена, можно было бы считать все равно температурой заморозки для фондового рынка. Но по сегодняшним временам и то хлеб. Мы видим, что по индексу доллара, вообще по курсу доллара, конечно, ситуация вызывает очень много вопросов. Сбылось мое давнее декабрьское предположение о том, что большинство ведущих центробанков мира, а под ведущими мы должны прежде всего, конечно, считать центробанки, которые регулируют курс тех валют, которые входят в расчет индекса доллара, пойдут на снижение вперед. И это мы увидели. Национальный банк Швейцарии уже дважды в этом году снизил процентную ставку, тем самым подталкивая индекс доллара чуть выше. ЕЦБ снизил процентную ставку, внеся наибольшую лепту в подталкивание индекса доллара выше. Наконец, Банк Канады, что было для многих совсем неожиданностью, потому что от кого-от кого, от Банка Канады, конечно, ожидают абсолютно симметричных действий с ФРС обычно. Тоже снизил процентную ставку и тоже подтолкнул индекс доллара наверх. И, пожалуй, единственный, кто не стал наносить такой, можно сказать, предательский удар в спину доллара, это Банк Англии, который оставил ставку без изменений. Впрочем, здесь, конечно, сработала не лояльность желанию поддержать индекс доллара на более-менее приемлемых для фондового рынка, более низких уровнях, а совсем другая история. Дело в том, что как раз в Англии инфляция снизилась до таргета центробанков. Ох уж этот таргет, он везде стал притчей во языцах, и в США, и в России, и в Евросоюзе. Но впервые таргет достигнут именно в Англии, которая когда-то показывала самый большой темп роста инфляции, и в которой мы все, не исключая меня, прочили вероятность такого местного экономического или финансового кризиса. Несмотря на проблемы в английской политике, которые скоро, видимо, приводят к смене кабинета, несмотря на так себе атмосферу в английской экономике, именно там, а может быть, благодаря этому, инфляция дошла до уровней запланированных старой леди. И Банк Англии теперь держит ставку на нынешнем уровне. И вслед за Банком Англии, Центральный банк Швеции, а я напомню, что шведская хрона, хоть и в самой минимальной дозе, но тоже входит в расчет индекса доллара, все-таки оставил ставку без изменений. Итак, в результате всех этих пертурбаций подталкивание индекс доллара устремился наверх, а так как ФРС уже перенес ожидаемое снижение ставки на осень, то, естественно, это ни в коем случае не бодрит фондовый рынок. Зато его бодрят, во-первых, надежды на это снижение, а во-вторых, макроэкономическая информация и ситуация на американском рынке, которая показывает, что вот это самое снижение, сколько бы его не переносили, насколько бы его не делили или не умножали, а сейчас, напомню, говорят о вероятности всего лишь одного снижения в этом году, оно все равно неизбежно. И фондовый рынок, имея неплохой отчетность имитентов, имея хороший, великолепный даже рынок труда, имея по большому счету очень неплохие темпы, динамику американской экономики, умножает все это на ожидание снижения ставки и чувствует себя довольно бодро. Хотя, напомню, я ожидаю и пока еще ожидаю, что все-таки движение Олл-стрит этим летом будет больше похоже на боковик, нежели на однозначный подъем. Другое дело, что кончик этого боковика все-таки, как мне кажется, загнется в сторону роста. И последняя тема, которая связана с курсом доллара, давайте все-таки затронем ее перед тем, как перейти непосредственно к фондовому рынку. Это история с отказом Эр-Рияда пролонгировать 50-летнее соглашение, по которому аравийская нефть продавалась исключительно за доллары. Напомню, что это соглашение стало результатом знаменитого сырьевого кризиса начала 70-х, который во многом подтолкнул к созданию ямайской системы, то есть такого модифицированного Бреттон-Вуда, из которого вынули золотое обеспечение валюты. Так вот, Эр-Рияд отказался продлевать это соглашение, то есть теперь не только за доллары будет продаваться аравийская нефть, но не так уж сильно это влияет на курс доллара. Более того, особенно в России ему прописывали чуть ли не падение и вообще конец гегемонии. На самом деле это не так. Тем более, что примерно как с историей санкций 12 июня, которые не стали смертельным ударом для российского фондового рынка, хотя бы потому, что еще прошлой осенью их ожидали, обсуждали и заранее готовили инструментарий на случай остановки биржевых торгов долларов. Так и история с отказом Эр-Рияда была понятна еще прошлой осенью, когда после визита Си Цзинпиня в Эр-Рияд была застегнута договоренность, ну, по сути, пилотный проект о продаже части нефти за юань. Что, кстати, для всего мира создает новую тоже какую-то реальность и довольно интересную, любопытную, поскольку это означает, де-факто, конечно, де юри это не зафиксировано, что Компартия Китая и Народный банк Китая отказываются окончательно в последние четыре года, несмотря на торговые войны, они практически и не занимались этим, то есть не вели войн валютно, отказываются окончательно от тактики, вернее даже стратегии, беспрестанной девальвации юаня с тем, чтобы обеспечить экспортную привлекательность своих товаров. Поскольку, уговорив кого-то использовать юань в качестве платежа за нефть, а де-факто это выход юаня на позиции, если не мировой, то региональной резервной валюты, подразумевается, что эмитент такой валюты не станет слишком резко играть с ее девальвацией ради обеспечения преимущества своему экспорту. Посмотрим, но я думаю, что ситуация с юанем будет развиваться именно в эту сторону, поэтому эта новость хороша для юаня и для тех, кто так или иначе зависит от потенциального изменения ее курса. И косвенно, кстати, хороша и для американского фондового рынка, поскольку вот этих игр, выдешевление экспорта, если не то, что не будет совсем, но станут гораздо меньше, но при этом эта история абсолютно не смертельна для доллара. Поэтому оставим на совести тех, кто сегодня рассуждает, что вот и конец гегемонии доллара, вот все эти умственные спекуляции на тему аравийского отказа. К тому же напомним, что Саудовской Аравии довольно трудно вставлять какую-то контрпозицию по отношению к Соединенным Штатам, которые что с одной стороны Саудовской Аравии в Красном море, что тем более с другой в Персидском заливе, а это для Риада куда более актуально из-за присутствия Ирана и не снятых противоречий, ну, обеспечивает роль, которую, помните, в советской идеологии называлась роль мирового жандарма. На самом деле роль вот хорошего, плохого ли, но местного такого глобального полицейского. Поэтому я полагаю, что из этой истории для курса доллара ничего негативного или позитивного не следует вовсе. А вот на нефтяном рынке, возможно, эта история откроет новые любопытные перспективы. Но надо ей устаканиться, надо, чтобы пошли первые продажи за юань, надо посмотреть на объемы и на потоки, и на то, пройдут ли по этой же схеме не только Китай с Саудовской Аравией, но и, например, некоторые другие страны, ну, хотя бы азиатского региона. Кстати, коль скоро мы заговорили о нефти, напомню, что нефтяные котировки опять подросли после определенной просадки, и минувшую неделю нефть закрыла на уровне 84 доллара 80 центов за баррель марки Brent. Это более чем высоко для начала лета в северном полушарии. Это значит, что снижение цен на нефть не предвидится в ближайшее время, по крайней мере принципиального. И если борьба с инфляцией будет успешной, то в любом случае не за счет снижения ее сырьевой составляющей. Что касается золота, еще одного индикатора, который мы рассматриваем обычно в обязательном практически порядке, то здесь пока исполняется мой второй в декабрьский прогноз по золоту оказался неверен, слишком пессимистичный, а вот мартовский пока подтверждается по-прежнему уже четвертый месяц подряд. 2336 долларов за унцию, итог минувшей недели, и мне кажется, это означает, что в ближайшее время золото продолжит двигаться вот в этом боковике. Впрочем, о золоте и о возможных рисках тех, кто верит в версии прогноза и довольно солидные прогнозы о его росте, я говорил в последних инвестиционных блогах так много, что в этот раз, пожалуй, не стоит отнимать ваше внимание. Ну а теперь, собственно, приступим к той самой макроэкономике, которая порождает с одной стороны боковик и ожидание снижения ставок регуляторов, а с другой стороны умеренный оптимизм, поскольку все-таки движение идет позитивное. В частности, по итогам мая инфляция в США замедлилась до более чем трехлетнего минимума. Это видно из отчета Министерства торговли США, опубликованного в июне по итогам мая. В сравнении с апрелем динамика снижения на 0,2% пункта. При этом отчеты Министерства труда США и Бюро экономического анализа показывают, что личные доходы на американском рынке в мае выросли на 0,5%, и это оказалось выше прогноза, который был на уровне 0,4%. Потребительские расходы увеличились на 0,2% вместо ожидаемых 0,3%. Но в этом, возможно, есть и свой позитив, поскольку потребительские расходы более скромные, конечно же, способствуют снижению инфляции. Цены на товары по итогам мая снизились на 0,4%, цены на энергоносители на 2,1%, и это немножко компенсировало рост цен на услуги на 0,2% и на продукты питания на 0,1%. Единственное, что, может быть, смущает такой хороший позитив для ФРС, это то, что цены на жилье продолжили в мае рост четвертый месяц подряд. Этот обзор, я считаю, важен для инвесторов, для того, чтобы понимать движение по самой главной составляющей сегодняшней финансовой политики, то есть по инфляции, поэтому ссылка на него в описании под этим видео. И еще один хороший позитив, что, несмотря на торможение темпов инфляции, потому что тормозить ее можно, понятно, и за счет определенной депрессии, депрессия так и не наступает. И по итогам мая констатируется, что промышленное производство Соединенных Штатов выросло практически на 1%. После апреля, в котором было зафиксировано падение почти на 0,5%, это, конечно, позитивная новость. Итак, мы имеем, в общем, неплохую динамику снижения инфляционных проблем, что приближает нас вот к этому долгожданному периоду снижения процентов ставок. Но в этой огромной бочке меда есть свои небольшие, но ложки дегтя. Во-первых, в мае упали продажи новых домов в США. Упали до 6-месячного минимума, а как известно, рынок недвижимости Соединенных Штатов, ну, что называется, обжегшись на молоке, на воду дуем. Со времен кризиса 2008 года все инвесторы, аналитики и эксперты воспринимают как потенциальный индикатор настроений, не намещаются ли будущие бури на американском вообще пространстве. И поэтому за этим индикатором смотрят, хотя пока, ну, такой неприятный, но не более того, сигнал. Кроме того, рынок труда США, наконец, может быть даже эта долгожданная новость, демонстрирует признаки охлаждения, уже не так резко сокращаются, а иногда и растет количество заявок на пособия по безработице, ну, и рынок жилья находится под давлением, в том числе и цен. Еще одна маленькая ложка дегтя – это то, что уже в июне, а не в мае, несколько снизился по замерам уровень потребительского доверия в США. Правда, совсем чуть-чуть. Как известно, этим измеряются опасения домохозяйств по поводу экономических перспектив. Однако, в целом, американские домохозяйства демонстрируют пока оптимизм в отношении рынка труда, а инфляционные ожидания на 2025 год стали чуть-чуть лучше. Ну, и последняя, наверное, ложка дегтя – то, что инфляция в Канаде очень сопредельно и взаимосвязана с американским рынком по итогам мая неожиданно дала рост. На какие новости еще стоит обратить внимание, уже касающиеся, может быть, отдельных эмитентов? Ну, во-первых, Джонсон и Джонсон в очередной раз признаны самым дорогим фармацевтическим брендом в мире. Правда, вот такое признание – это чисто моральный момент, поскольку движения по акциям практически нет. И Джонсон и Джонсон, вот по своему портфелю, я скажу, стоит в боковике, и, опять же, вот боковик всегда вызывает желание применить прилагательную унылым. Вот здесь как раз он унылый дает практически прибыль от нуля до двух процентов, колебания вот на таком уровне. Есть ощущение, что Джонсон и Джонсон поймал какой-то вот исторический период стабильности, и, пожалуй, здесь ловить можно разве что дивиденды, потому что компания остается, ну, по сути, своей близкой к дивидендным аристократам. Теперь по Эпплу. По Эпплу вышла хорошая статистика о том, что продажи в Китае, а китайский рынок такой очень чувствительный для ощущений, продажи айфона в Китае выросли по итогам мая на 40% благодаря агрессивной маркетинговой политике. И это частичный, конечно, ответ на тот вопрос, который мы обсуждали во многих других видео относительно, судя по Эпплу, не выйдет ли Эппл в боковик, не вот этот вот упрек в адрес Тима Кука, что он превращает компанию мечты Стива Джобса в обычную коммерческую компанию, которая уже исчерпана в возможности интенсивного развития, плюс вот этот весенний выход Уоррена Баффета из акций Эппла. Вот Эппл отвечает, что да, мы теперь коммерческая скучная компания, но мы неплохо умеем это делать. Я в своем портфеле вскоре после выхода Уоррена Баффета чуть-чуть, но все-таки уменьшил позиции по весьма прибыльному Эпплу, поскольку стал сомневаться в перспективах дальнейшего роста. Однако, я думаю, что в ближайшее время по Эпплу мы увидим следующее. Эта компания будет уже реагировать не на какие-то новые технологические свершения, в смысле акции этой компании, а как раз вот на такую информацию об объемах продаж, на бухгалтерскую отчетность и на маркетинговые истории. Кстати, коль скоро мы заговорили о Баффете, Бэркшер Хатвей еще больше увеличил в последние дни свою долю в акциях Occidental Petroleum и дошли почти до 30%, 29%. Не знаю, вот это предположение Баффета нельзя назвать до сих пор однозначным, то есть мы не увидели какого-то супер бешеного роста этой компании, но, я думаю, присмотреться к этому стоит. Nike очень неплохо отчитался по итогам второго, ну даже не второго, а можно сказать своего четвертого финансового квартала. Чистая прибыль увеличилась в полтора раза, я говорил, что эта компания в портфеле дает очень хорошие результаты, и хотя в прошлом году я немного изменил Nike, докупив акции Lululemon, но как раз таки Lululemon все-таки оказались в минусе, а Nike дает великолепный плюс. Эту компанию держу как есть. А вот Lulweiss отчитался, в общем, не слишком хорошо, и данные по квартальным продажам по-прежнему такие, ну, опять же, слово «унылые» больше всего подходит. Полагаю, что можно держать, но каких-то особых перспектив у этой компании не вижу. Кстати, раз уж прозвучало слово «перспектива», то это слово очень хорошо подходит к компании NVIDIA, которая тем, кто находился в этих бумагах, дала стоксшибательную прибыль, в моем портфеле она поставила рекорд за все 15 лет моих инвестиций, давая более в 8 иксов. До этого на этих местах были Tesla и CrowdStrike с 5-6 иксами. И вот этот бешеный рост, а напомню, что NVIDIA недавно стала самой большой по капитализации компании американского рынка, все-таки все чаще заставляет задумываться. И многие инвесторы, конечно, уже сегодня думают, не стоит ли зафиксировать прибыль сейчас или все-таки рассчитывать на дальнейший рост. И обе эти версии, хотя они абсолютно разнонаправленные, они, конечно же, имеют право на жизнь. Но никому не хочется потерять вот эти вот потрясающие прибыли. В целом компания с октября 2022 года увеличилась даже не на 8 иксов, а на 10 иксов. И, в общем, вызывает вопрос, неужели подобный рост может продолжаться. Вокруг NVIDIA сейчас кипят экспертно-аналитические страсти. Есть предположение, что выручка компании, несмотря на все успехи, в этом году еще могут удвоиться и достигнуть 120 миллиардов долларов, а в будущем году 160 миллиардов. Если так, то еще не весь рост NVIDIA исчерпан. Но может оказаться и по-другому. Поэтому, если вы держите акции NVIDIA в своем портфеле, и, конечно, стоит присмотреться к текущей дискуссии, к высказыванию мнений, обзор мнений некоторых профессиональных управляющих инвестициями, как раз-таки опубликован на нашем портале Finversia. Ссылка на него в описании. Еще один имитент – CarMax. Я уже говорил в своих эфирах о том, что вопреки обыкновению, компании, связанные с товарами секонд-хенд или с дешевыми товарами, в этом инфляционном периоде не стали бенефициарами опасений домохозяйств по поводу цен. И CarMax ведет себя очень плохо, и, отчитавшись недавно, сообщила об еще новом, весьма впечатляющем падении прибыли. Поэтому решение команды Finversia, о котором мы говорили несколько недель назад, оставить акции CarMax как есть и не усредняться по ним, наверное, все-таки верное. Также и удачное решение продолжать считать одним из фаворитов компанию Micron. Она отчиталась великолепно. По третьему финансовому кварталу выросли и выручка, и прибыль компании. Но напоминаю, что Micron, конечно, весьма и весьма связан со всем течением и тренда, и будет чувствителен и зависим от ситуации с другими компаниями, работающим в этом поле. И, в общем, верным оказалось наше решение держать и продолжать верить в дальнейший рост компании CarNival. Покупали мы ее 15 марта 2020 года вместе с огромной группой компаний, упавших под влиянием коронавирусного кризиса, решив, что теперь пора. И это решение было правильным. CarNival дала прибыль, не обанкротилась, вопреки таким предположениям, из-за большого долгового навеса. И вот недавний отчет показывает, что CarNival продолжает очень хорошее восстановление и видит великолепные результаты как раз маркетинговые, спрос, продажи, брони, и в связи с этим повышает свой прогноз прибыли. Поэтому эту компанию есть смысл сегодня держать в портфеле. И еще одна компания отчиталась просто великолепно. Отчиталась об удвоении своей чистой прибыли по итогам последнего финансового квартала. Это Smith & Wesson. Но вот в моем портфеле этой компании нет, поэтому наблюдаю здесь со стороны. Кстати, кроме искусственного интеллекта, еще один такой рыночный сегмент находится в центре пристального внимания. В России, может быть, в меньшей степени. Это рынок средств для похудения. Вот этот вот революционный прорыв. Закинул себе таблетку после хорошего шашлыка. И сразу же похудел. Вот этот революционный прорыв, который уже существует, в общем, в продажах, он, конечно же, отразился и на фондовом рынке. Но вот, к сожалению, приходится проходить мимо. Таблеток в российских аптеках таких нет, а было бы неплохо. А с акциями пока не работает. Тем не менее, по оценке аналитиков, этот рынок, возникший на моде, но и на, в общем, весьма надежном чувстве, человечество всю жизнь свою мечтает похудеть. По оценкам аналитиков, этот рынок может превысить в этом году 150 миллиардов долларов. И продвижение продолжается. В частности, препарат для похудения известной датской компанией Nova Nordics недавно получил одобрение в Китае, что, естественно, открывает возможность для розничных продаж на китайском рынке. Поэтому я пока остаюсь в стороне, но, возможно, кому-то вот это направление покажется перспективным и интересным для своих инвестиций. Я бы вообще вот с удовольствием и по таблеточку для похудения, ну, килограмм на два хотя бы попробовал. Или вот собачки скормил, потому что тяжелые довольно собачки. Ку-ку. И последняя новость от абитентов, на которую я обращаю внимание в этом обзоре, это компания Baidu, известная поисковая система, отчиталась о очень серьезной выручке в районе 4 миллиарда 370 миллионов за первый квартал 2024 года. Это превысило чуть-чуть прогноз аналитиков, и, судя по всему, Baidu, весьма просевшая во время регуляторного кризиса в Китае, продолжает свое восстановление. Но я здесь, вот, например, держу по Baidu позицию в минусе, усреднять ее пока не готов, потому что мне все-таки кажется, что перспективы подобных компаний на китайском рынке пока еще не могут быть означены, как абсолютно ясные. Что касается рынка российского, на нем тоже много событий после известных событий 12 июня и прекращения с 13 июня биржевых торгов парами рубль-доллар, рубль-евро и рубль-гонконгский доллар. Российский рынок в этот момент как раз-таки уходил в легкую техническую просадку, которую многие приняли как раз-таки за реакцию на эти санкции, после этой просадки выровнялся и пока соответствует нашему базовому прогнозу, что на лето уходит в боковин. Хотя, конечно, многие проблемы нагоняют тучи над этим рынком. И в частности, известие о том, что вслед за многими банками Средней Азии и Китая Bank of China, российская дочка одного из крупнейших китайских банков, приостановила расчеты с Россией, правда, не со всеми российскими банками, а с теми, которые оказались в топ-листе Соединенных Штатов. В любом случае, расчеты становятся все труднее, это признают все, и вот эта трудность закладывается в цену товаров, а, соответственно, в параметры прибыльности и издержек очень многих российских эмитентов. Прежде всего, здесь уже речь идет скорее об импортерах. Поэтому я полагаю, что и санкции 12 июня, их последствия как раз-таки не для экспортеров, а для импортеров, еще до конца невозможно оценить. И нужно, конечно, учитывать возможность достаточно негативного влияния. Но посмотрим, тем не менее. Другие новости российского рынка нельзя сказать, что очень подряд. Например, компания «Полюс» решила все-таки за 2023 год дивиденды не выплачивать. Эта новость частично микшируется, как и известная новость об отказе «Газпрома», которая в ожидаемом отказе «Газпрома» от дивидендов, частично микшируется тем, что как раз дочка «Газпрома», «Газпромнефть», выплачивает финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,5 рублей на акцию. И эта история чуть-чуть рынок взбодрила. Взбодрила также известие о том, что «Новотек» открыл, наконец, трансфер сжиженного природного газа по Северному морскому пути. После целого ряда санкций, которые ограничили возможности «Новотека», это хорошая история. Пока сама по себе она еще ничего не значит. Но есть основания полагать, что имитент справится с теми изменениями в своем бизнесе, которым ему вынудили санкции. Будем смотреть за развитием ситуации. И хорошая новость. Московская биржа, наконец, в июле открывает новые расчетные фьючерсы на уже ставшем, можно сказать, знаменитом индекс IPO, появившемся буквально в этом году, в расчет которого входят бумаги 15 компаний, вышедших за последнее время на IPO. Об этом много говорили и у нас на канале, и много где. И, конечно, для тех, кто хочет попытаться взять свою долю успеха с IPO, но при этом опасается работать с каждым конкретным имитентом, этот фьючерс довольно удобный и любопытный инструмент. Лично я, наверное, через какое-то время с удовольствием с ним поработаю. Что касается результатов инвестиционных портфелей команды «Финверсия», то на сегодня, а практически, можно сказать, за первую половину этого года они таковы. Мой личный портфель в долларах с начала года дает 7,6%. Неплохой такой, спокойный, умеренный, но неплохой результат. Портфель «Финверсия Инвест» также в долларах, он собирается на основе решений, принимаемых в инвестиционном клубе «Финверсия», дает 9,5%. А вот портфель «Финверсия Инвест» из иностранных бумаг на платформе «Камон» группы компаний «Финам», так как рассчитывается в рублях, то находится в минусе практически около 4%. Но еще не вечер, здесь многое зависит, конечно же, больше всего зависит от курса рубля. Поэтому здесь такая нерыночная история. Портфель «Финверсия Инвест Россия» из российских акций, также на платформе «Камон» его можно копировать. Правда, я бы сейчас не рекомендовал, потому что мы там осторожничаем и с начала года забираем всего лишь 4,5% прибыли. Даже в депозитах сейчас можно заработать чуть больше. Поэтому это скорее такой запасной полк, который сидит в засаде и готовится к будущим подвигам, если, конечно, они удастся. Напомню, что за первую половину индекс S&P 500 вырос примерно на 14-15%, то есть очевидно, что, например, наши портфели растут с меньшими темпами, но это, что называется, так и задумано, поскольку значительная часть средств все-таки находится в кэше, на заборе, и не хотелось бы рисковать и подчиняться волатильности индексов. Те моменты, когда он падает, мы, например, не падаем. Это хорошая история. Что касается новых докупок, то первые моменты по ним уже пошли. Во-первых, в нашем портфеле появилась несколько недель назад компания McCormick. Куплена она, что называется, подотчет, и недавно вышла с отчетом, показала отличные результаты работы. Эту компанию с удовольствием оставляю этого новичка в своей линейке акций. Докупил я недавно компанию General Mills. Здесь, правда, отчет разочаровывающий пока, но, что называется, на вырост. Заодно с Mills'ом докупил немного и акций компании Kroger. Это вот в рамках диверсификации нашего портфеля по ритейлу. У Kroger отчет вышел очень неплохой и есть основания полагать, что в ближайшие месяцы эта компания даст симпатичный рост. Правда, не уверен, что это будет рост, обходящий, например, динамику S&P 500. И в разряд неудач приходится теперь переписать компанию Walgreens, поскольку после так себе отчета компания значительно снизила прогнозы на прибыли и акции упали. И вот здесь с правильным решением было то, что, несмотря на снижение этих акций, перед этой историей мы не стали докупать Walgreens. И даже нынешнее снижение не вызывает аппетита усредняться и докупать, потому что, как мне кажется, бумаги этой компании находятся в весьма и весьма высокой неопределенности. А вот наше недавнее решение в инвестиционном клубе Finversia по-прежнему оставлять ставку, среди прочего, на компании FedEx. В общем, верная и выручка FedEx по последнему отчету превысила прогнозы. Я думаю, что технологические изменения в этой компании и то довольно грамотное снижение костов, о котором было объявлено еще два года назад, вот уже дают и еще дадут свои результаты, поэтому этот имитент представляет интерес для портфелей спокойного инвестора. Мы также зафиксировали часть прибыли по Tesla, которую, напомню, докупали на уровнях примерно в районе 150 долларов за бумагу. То есть, Tesla пока оправдывает вот эту историю закупаться на лаях и частично фиксироваться на хаях. Несмотря, кстати, на практически бешеную прибыль, часто это выше 50%, мы не фиксируем даже части по всему финансовому сектору, по акциям банков и платежных систем. Я полагаю, что самое интересное здесь может быть еще впереди. Ну и в завершение по традиции о том, что ждать с точки зрения экономической статистики на новой неделе инвесторам. Неделя, на которую приходится, включает в себя 4 июля, по традиции бывает достаточно спокойной, но вот эта неделя будет сверхбогата на то, что последний год является, в общем, самым чувствительным местом для рынка на риторику регуляторов. В течение недели во многих ведущих экономиках мира также выйдут индексы деловой активности в производственном секторе, PMI, причем не только в США, Китае или ведущих странах Евросоюза, но и в России, Бразилии, Южной Корее. То есть такая общая волна уточнения картинки по тому, как сегодня себя чувствует и что делает бизнес. По деталям, в понедельник, 1 июля, стоит обратить внимание на заседание Европейского Центробанка по вопросам немонитарной политики и после него председатель ИСБ Кристин Лагард выступит с речью. Во вторник, 2 июля, Кристин Лагард вторично выходит на трибуну, а кроме нее выступят ее коллеги, вице-президент Луис де Гиндес и представители ИСБ Изабель Шнабель и Фрэнк Элдерсон. Причем, что любопытно, это такая важная информация опять же для темы снижения ставок и инфляции, поскольку в последнее время Изабель Шнабель, например, выступает достаточно обильно. И именно она выполняет роль такого охладителя оптимизма, возникшего после первого снижения ставки Европейским Центробанком. В частности, совсем недавно она напомнила и лишний раз акцентировала на этом внимание, что Европейский Центробанк должен учитывать риски разгона инфляции, что темпы снижения могут смениться на темпы увеличения инфляции и поэтому нет никакой уверенности в стабильной политике снижения ставок. Ну, в общем, примерно в стиле, в котором выступали Иджером Пауэлл и Эльвира Набиулина. Будьте готовы, что, может быть, ставку придется поднять. И ее выступления на прошлых, вот, недавних двух неделях были таким охлаждающим фактором. Шнабель особенно подчеркнула, что ЕЦБ не имеет заранее определенной стратегии изменения процентов ставок. То есть, ну, вот это самое «будьте готовы» однозначно прозвучало. И, кстати, Европейский Центробанк недавно выразил беспокойство, как это неудивительно звучит на первый взгляд, чемпионатом Европы по футболу, поскольку проведение мероприятий Евро-2024 по данным Центробанка внесло свою лепту в повышение цен и разгон инфляции. Настолько внесло, что ЕЦБ специально выступил не то чтобы с предупреждением и, конечно, ЕЦБ не имеет права вручать футболистам красную карточку, но с тем, что надо бы сейчас поменьше массовых спортивных мероприятий. Ну, а заодно ЕЦБ в ту же проинфляционную историю и включил концерты Тейлор Свифт. На моей памяти это первый раз, когда регулятор Центральный банк обращает внимание на концерты певца или певицы и говорит, что это проинфляционный фактор. Такая вот любопытная ситуация. Кроме того, во вторник возвращаемся уже на другой берег Атлантики. Пройдет и выступление главы другого из двух важнейших регуляторов мира Джерома Павлова. В среду 3 июля в России выходит индекс деловой активности в секторе услуг, индекс делового доверия, данные по динамике ВВП за месяц, отчетность по росту реальных зарплат, объему розничных продаж и по уровню безработицы. То есть, такой серьезный блок, показывающий состояние российской экономики вот в моменте. И в этот же день Кристин Лагард в третий раз на этой неделе выступает с речью, а за ней вице-президент Луис де Гиндес и другие представители ЕЦБ, на этот раз Фабио Чаполоне и Филипп Лейн. В этот же день Центральный банк Польши принимает решение по процентной ставке. Ну а в Соединенных Штатах, так как четверг приходится на 4 июля, на день раньше выйдут традиционные данные по числу первичных и повторных заявок по безработице. И пройдут выступления представителей ФРС, Джона Уильямса и Рафаэля Босика. В четверг, 4 июля, Банк России по традиции отчитывается о состоянии международных резервов. В Канаде день, конечно же, спокойный. В пятницу, 5 июля в Канаде и США выходят довольно значимые блоки данных по рынку труда. И вторично выступает представитель ФРС Джон Уильямс. И напомню, что в воскресенье 7 июля во Франции проходят парламентские выборы, которые после провала партии Макрона на выборах в Европарламент, конечно же, фондовый рынок европейский незамеченными не оставят. Вообще, политика сейчас все больше и больше будет вмешиваться в рынок. И вот недавние дебаты Джозефа Байдена Трампа, конечно же, очень любопытная для инвесторов история. По итогам опроса телеканала CNN, который был организатором этих дебатов, значительное большинство телезрителей, 67%, посчитали Дональда Трампа победителем. И, в общем, даже в окружении Байдена некоторые считают дебаты провалами. Однако, как выразилась его жена, мы не позволим 90 минутам перечеркнуть четырехлетнюю работу. Поэтому, хотя и прозвучали, скажем так, предположения, о возможной замене кандидата от демократической партии, но ввиду, в том числе, такого кадрового кризиса, невнятности фигур, скорее всего, Джозеф Байден продолжит свою президентскую гонку. Но вероятность на его победы стала после этих дебатов еще меньше. Более того, сам Джозеф Байден заявил, что с тем, что мог, он справился и, парируя свое откровенное поражение, заявил, что Дональд Трамп в ходе дебатов соврал 26 раз, а ему трудно спорить лжецом. С другой стороны, дорогой Джозеф Байден, что делать? Это же политика. А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадан? Конечно. Если бы был честный человек, сколько бы народу в Европу полегло? Кстати, в качестве небольшой алюстрации акций компании Трамп Медиа после дебатов резко выросли. Ну, а теперь чуть более серьезно. Недавно были предприняты исследования, согласно которым выясняется, что инвесторы явно предпочитают Дональда Трампа. Из 400 опрошенных инвесторов, трейдеров и управляющих капиталами 67%, цифра, кстати, абсолютно совпала с числом американцев, которые сочли Трампа победителем дебатов, так вот 67% заявили, что для фондового рынка Трамп является лучшим выбором, чем Байден. Напоминает, кстати, о том, что индекс S&P 500 за 4 года президентства Трампа вырос на 68%, правда, за почти 4 года президентства Байдена он вырос на 44%, поэтому по большому счету оба президента оказались весьма успешными для фондового рынка, ну или как минимум не мешали росту. Опрос, кстати, интересный, поскольку помимо предпочтений в персоналях Трампа и Байдена, там речь идет о перспективах роста ключевых биржевых индексов, отдельных эмитентов, поэтому рекомендую ознакомиться с ним. Ссылка на него также в описании под этим видео. И напомню, что с 1 по 6 июля на нашем канале проходит 10 юбилейный, можно сказать, финансовый марафон финверсия, на котором в прямом эфире несколько десятков экспертов, инвесторов, чиновников, аналитиков будут говорить о перспективах мировой и российской экономик, о фондовом рынке, об отдельных вопросах, связанных с частными инвестициями. Марафон проходит в онлайн формате, доступ естественно открытый и бесплатный, на каналах финверсия и найди мамонта. Организаторами марафона стали канал финверсия, национальная ассоциация специалистов финансового планирования и московская международная валютная ассоциация. Генеральные партнеры марафона Россельхозбанк, московская биржа и международный консалтинговый бутик беспалов финансов. Специальный партнер ассоциация форекс-дилеров. Она будет устроителем стрима, который посвящен перспективам шести ведущих мировых валют. В качестве партнеров организовать парафон нам помогли компании Positive Technology, Kismati, Mosgur Lombard, FFPK Garant Invest и Волгокапитал Актива. Я очень надеюсь, что разговор будет интересен хотя бы уже потому, что будут звучать абсолютно разные, часто противоположенные точки зрения. И ваши вопросы, ваши комментарии, скорее всего, смогут сделать это обсуждение еще более интересным и богатым. Так что с удовольствием ждем вас каждый день на канале Финверсия 1 июля с 15 часов, а в остальные дни с 16 часов по московскому времени. Удачных вам инвестиций, надеюсь, удачных результатов по итогам первой половины года в инвестиционных портфелях и до встречи на наших новых эфирах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова